Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей Трейсер. Сегодня мы опять же отправляемся в Чернобыль. Я, как вы видите, не сам. Это Коля с канала Дан Геон Кривой Рог. Ссылку на него оставлю в описании. В общем, ребята, мы сейчас отправляемся где-то на 3,5-4 дня в Чернобыльскую зону отчуждения. Мы еще не в зоне отчуждения, но орать здесь тоже не будет. Это уже такая приграничная зона. И где-то через час пути по лесу уже будет, так сказать, территория самой зоны отчуждения. Сейчас, как вы видите, мы идем через такой красивый лес. Коля, что ты ожидаешь от этого похода? Трудности, испытания. Это было так неожиданно. Твой звонок раздался ночью и поднял меня. Поэтому я бросил все дела. Идем. Конечно, очень не хочется мерзнуть. Зима. Но я думаю, мы справимся. Нам, ребята, предстоит пройти примерно 120 километров за 4 дня. Я думаю, что мы осилим, несмотря на то, что у нас такие вот рюкзаки. Но больше их половина, наверное, занимает спальники и вода. Еще, ребята, сейчас на улице февраль месяц. Третье число. Как вы видите, снега нет. Зима достаточно теплая в этом году. Но в некоторые дни нашего похода температура ночью будет опускаться аж до минус 6. И хорошо, что мы... Точнее, не хорошо, что мы будем именно большую часть нашего маршрута передвигаться ночью. А спать мы будем днем. Днем, в принципе, теплее. Потому что у нас теплые спальники. Я думаю, нам бы теплее было спать в спальниках, нежели передвигаться ночью в такую погоду. Минус 6, в принципе, ну не такая уже, знаете, страшная погода. Но мы не очень тепло оделись, чтобы удобнее было двигаться. Поэтому, короче, посмотрим. Реально будут какие-то, наверное, трудности. В любом случае, зимних походов у меня еще не было. Он, думаю, мне запомнится 100%. Сейчас ему нужно какое-то время, чтобы раздуплиться. И он покажет, какой в этой хате радиационный фон. В эту хату мы зашли для того, чтобы сделать большой привал. Сделать чай, попить чаю, отдохнуть. Потому что путь у нас еще длинный сегодня. Сейчас он раздупляется, вон с 3. То есть, в принципе, это в квартире такой радиационный фон дома. Я не показывал, как мы закидывались в зону. Мы закидывались через речку одну. В общем, сейчас у нас привал. Мы в такой хате сидим. Тут приготовили немножко чаю. Сидим сейчас с Колей, пьем чай. У нас сегодня в планах очень далеко зайти. Аж до самой Припяти. Идти нам далеко. Я вот чувствую, что я прогадал, короче, немножко с обувью в этом походе. Мы прошли километров 7, да, мы прошли только? Нет, 7 в общем, да. Да, где-то мы 7 километров в общем прошли. Я уже чувствую, у меня ноги немножко на пятках уже такие формируются мозоли. В общем, будет не сладкий поход. Учитывая, что в целом нам предстоит очень-очень-очень много пройти. Где-то 110-120 километров. За весь поход. Ну что, ребята, мы уже пришли в Припять. Первым делом решили посотреть ковш. Кстати, недавно вандалы его перекрасили в розовый цвет. Вон еще можно увидеть розовые такие частички. Давайте засунем туда внутрь. Ну, вот такой вот фон. Идемте ночевать. Тушим свет. Всем, ребята, доброе утро. Вчера очень тяжело нам было. Последние шаги особенно какие-то делать. Последние 2 километра, да, у нас? Вообще, я уже не думал упаду просто. Да, очень тяжело было. Ну, мы пришли. Пришли где-то в Припять около 5-6. Где-то так. Пришли в такую квартирку. Конечно же, тут после себя кто-то оставил полный капец. Там какие-то бутылки валяются. Здесь прям на кровати вот эта бутылка от коньяка валялась. Там какой-то мусор. Я думаю, мы будем уходить немножко, уберемся, да? Да, конечно. И даже как будто оставим после себя там конфеточек. Вчера, когда пришли, не было сил уже готовить. Попили немножко чайку и легли спать. Кстати, пока вот это все почухались, там зашли в квартиру, туда-сюда. Уже, блин, было порядка 7 часов. Короче, сейчас что? Сейчас кушаем и потом идем что-то снимать. Как тебе, Коля, спалось сегодня? Ну, как для Припяти, конечно, просто это отель. Такой трехзвездочный сразу же. Ну, стабильный. Одна звезда Припяти. Вот, когда есть стекла, когда даже вот такое с подобием дивана, то это сразу же одна стабильная звезда Припяти. Поэтому рекомендуем. У нас всего один баллон. И нам нужно сейчас разогреть и воду, и тушенку. И мы пришли к такому ингредиенту. Что мы, Коля, сейчас будем готовить? Мы будем сейчас готовить макароны с тушенкой. Макароны с тушенкой. Очень офигенный завтрак в обеденное время. Пытаться мы, ребята, в этом походе будем преимущественно сублиматами. Это такая высушенная типа еда. Вот тут написано паста зисвыныную. Где-то 100 грамм в этом пакетике. Нужно залить туда 200 грамм кипятка. Оно пару минут настаивается. И у тебя паста со свининой. Ну, там есть, короче, другие еще блюда. В общем, я такую штуку раньше не пробовал. Так что это, можно сказать, немножко экспериментальный такой вариант пищи для меня. Ну что, ребята, приготовились наши макароны. Сидим сейчас, завтракаем. Приготовились или Колечка приготовил? Сейчас посмотрим, если, короче, будет вкусно, значит, приготовились. Если не вкусно, значит, Коля приготовил. Ребята, покидаем мы уже эту квартиру. Вот так вот немножко после себя тут убрались. Смотрите, сколько тут мусора было. Нашего там практически нету. Это в большинстве тот мусор, который здесь был. Следующим сталкером оставили здесь такие ништяки. Кстати, вернемся сюда через два дня и будет видно, был здесь кто-то или нет. Ну что, сейчас прячем где-то рюкзаки. Гуляем по Припяти. Воду тоже прячем. И воду прячем, да. Там, в принципе, да, вода не нужна сейчас с собой. А вечером придем, когда там где-то перед закатом, заберем рюкзаки и пойдем уже в другое место. Надо воду прячем получше. Это вообще на самом главной сокровище. Да, воду надо вообще очень-очень хорошо спрятать. Рюкзаки, ладно, без рюкзаков проще возвращаться будет. Вот вода как бы нужна. Все, выходим, ребята. Давайте вам тут в темноте небольшую экскурсию проведу. Мне, кстати, нравится, какие планировки квартир в этом доме. Потому что в большинстве таких старых домов не особо прикольные планировки. Но здесь мне нравится. Ну, кстати, там еще какая-то квартира. Теоретически могла бы быть. Стоит какой-то диван. На нем можно было бы спать. Ну, конечно же, подстелить какой-то каремат, так как мы это делали. Хотя нет, вон, видите, окно выбито. Ладно, пошел я за Колей. Будем прятать где-то наши рюкзаки. Вышли мы, ребята, на улицу. Днем Припять намного красивее, нежели ночью. Смотрите, просто вымерший город. Природа сразу же, как покинули люди это место, взяла свое. Сразу же все заросло. Деревья, кусты какие-то. Летом, конечно, это все красивее смотрится. А вот самая атмосферная, наверное, осенью. Когда все желтые листья опалые, как вот сейчас в феврале, в принципе. В позднюю осень. В позднюю осень. Так, Коля, куда мы сейчас с тобой выдвигаемся? В машину мы в энергетик сходим. В энергетик. Ну, пошли. Сегодня день, в который могут быть экскурсии, хотя уже достаточно позднее время. Будем надеяться, что мы никого не встретим. Очень не хотят встретить какой-то патруль, потому что, короче, ноги устали, убегать не хочется. Так, ребята, подходим уже к 16 этажке какой-то. Сейчас поднимемся наверх, покажем вам какой-то красивый вид. И, возможно, сделаем какие-то красивые, прикольные фоточки оттуда на память. Смотрите, ребята, мы поднимаемся по лестнице. Раньше здесь были такие поручни. Как видите, их вот так вот спилили. И с второй стороны тоже спилили. Мы уже поднялись на 9 этаж. Здесь, скорее всего, 16 этажей. И на каждом этаже ниже вот точно такая же картина. Интересно, что с этим металлом дальше произошло и куда он делся. Поднялись мы на крышу, посидели тут немного. Встретили даже других сталкеров, но они уже ушли. Короче, смотрим тут. Иногда как-то полиция что-то ездит постоянно. Экскурсий, кстати, не так уж много. Ну, уже время такое, что, наверное, экскурсии закругляются и все уезжают. Я так подошел к краю, палевно стою. Смотрите, какая панорамка. Очень прикольно смотрится, когда вот в таких джунглях растут такие. Дома. А вон, кстати, ЧАЭСКО. Ну что, не будем тут время терять много, потому что через час уже может быть темно. Мы бы еще хотели прогуляться по некоторым местам. Сейчас отправляемся на энергетик. Коля хочет на энергетик. Потом под закат, может, еще на колесо попадем. Колесо такое немножко палевное место. Если туда днем подходить, там могут быть засады полиции и так далее. Ну, сейчас из-за того, что такое время года, трафик сталкеров достаточно маленький. Поэтому не факт, что они там будут. Ну, я надеюсь, все повезет, четенько будет. И мы хорошо выйдем сегодня. А даже, в принципе, если примемся, ничего страшного, правильно? Ну, по-быстрому вернемся домой. По-быстрому вернемся домой, да уже. Хотя у нас цель, как бы, вот этого похода, это даже не Припять, а следующая точка. Я не знаю, в этом видео я вам покажу или в следующем. Короче, я вам потом расскажу, какая цель этого похода. Поэтому в Припяти приниматься нам точно нельзя. Да и вообще, как бы, приниматься это не пацанское дело. В общем, ребята, гуляли-гуляли мы по Припяти. Ну, это было очень неожиданно. Камера была в кармане. И смотрим, идет патрульный. Мы, короче, легли на землю. Но он нас все-таки увидел, начинает к нам бежать. Мы, короче, убегали, убежали от него. Но отсиделись в таком секретном месте, скажем. И уже начинает темнеть. Нам уже, в принципе, пора покидать этот город. Идемте, наверное, сейчас за нашими вещами. И будем идти дальше всего. Такая история у нас получилась. Встретились с тренасталкерами. Вот, познакомились с ними. Но не снимали, потому что ребята попросили, чтобы их не снимали. Они нам рассказали, что у них совсем мало еды. Осталась одна банка консервов. И они уже размышляли, что надо сдаваться в плен, надо приниматься. Потому что у них не хватит ресурсов, чтобы возвращаться назад. На обратный путь. То мы приняли решение. У нас сейчас идет экономия. Мы покушали меньше, чем планировали. И вот мы ребятам решили такой вот этот тормозок. Чем богатый, чем радый. Дороговились, где мы положили им закладку. Вот, хлебушек тоже. Мы надеемся с этими ресурсами. У парней достаточно будет уже. Чем они смогут вернуться домой. Короче, ребята, пришли. Как раз за закладкой. Они нас напугали. А, можно снимать лицо уже. Держите, братцы. Все, пацаны. Вам грех. Вам просто нужно горячую воду намутить и залить все. Печенька. Это обратно, братики. Немного, но от души. То такое. Спасибо вам. Счастливо. Огромное вам спасибо. Ну все, ребята, на улице уже темно. Мы покинули город Припять. И сейчас движемся в одно село. Название, которого не буду говорить. Но там очень клево. И мы снимем там очень качественный материал. Не знаю, буду ли ночью что-то снимать. Потому как в том месте Чернобыльской зоны я еще не был. Это, наверное, одна из самых отдаленных точек, куда вообще можно пойти. По дороге нас ждет одно такое интересное препятствие. Железнодорожный мост, по которому может ехать электричка. Но сейчас уже темное время суток. Я думаю, что, скорее всего, она там уже не будет ехать. И мы удачно его пройдем. В общем, ребят, дошли мы наконец-то до Семиходского моста. И сейчас переходим на левый берег Чернобыльской зоны Отчуждения. Вон там находится сейчас четвертый реактор. На камеру его не будет видно. Но мы там на телефон подсняли чуть-чуть. Увеличили его. Я вам ставлю ставочку такую, покажу. В общем, ночью такая картина прикольная. Сейчас мы идем на левый берег. Это очень непопулярное место среди сталкеров. Не знаю, как среди легальных туристов популярно, непопулярно это место. В общем, за что я переживаю? Переживаю за то, что там уже ближе Беларусь. И там, по идее, должно быть больше волков. Но я надеюсь, что мы никого не встретим. Вот если, допустим, круглый год, каждый день в Припяти стабильно есть хотя бы один какой-то там сталкер, еще кто-то, то там, скорее всего, сейчас февраль месяц, там никого вообще нету. Ни сталкеров, ни патрульных, вообще никого. И мы будем там одни-одни. И даже если будем громко кричать «помогите», то, скорее всего, никто не придет на помощь. Я надеюсь, что все будет хорошо. Мы погнали, короче, потому что скоро через минут 30 будет ехать тут электричка уже. Ой, глаза отвыкли от света, не могу смотреть в камеру, ребята. Привыкли уже, адаптировались к темноте глаза. В темноте все видно, и тут слепишь себя. Короче, прошли мы, наконец-то, мост. Сейчас за мостом стоим в такой будке. Здесь немножко фонит. Ну, не очень сильно, в принципе, я думаю, 15 минут можно здесь посидеть. Ровно через стока как раз будет мимо нас проезжать последняя электричка со станции Семиходы на станцию Славутич. Короче, отдыхаем и ждем электричку. В общем, ребята, спустя немного, немало времени мы все-таки пришли. Хотели найти себе какую-то классную хату, чтобы там было мягко, тепло, красиво, уютно, как в пятизвездочном отеле. Но по итогу поднялись на какой-то чердак. На чердаке здесь прикольно тем, что не задувает ветер. И от этого уже будет на какой-то градус-два, возможно, теплее. Сейчас Коля закипятил немножко воды. Мы залили наши сублиматы водой. Им нужно минут 10 постоять. И будем ужинать. Ужин у нас во сколько, Коля? В час ночи. В час ночи, нормально. Ну, зато есть время выспаться до утра. И завтра с новыми силами начать новый день. Всем, ребята, доброе утро. На улице, можно сказать, на улице, а не на чердаке, потому что сзади, смотрите, какие дыры. Мы их не заметили. По часам, короче, выспались мы очень хорошо. У нас сейчас на крыше, так что, кстати, был минус 1, сейчас минус 0,7. В общем, греем воду. Сейчас будем заваривать сублиматы и завтракать. Все, ребята, покидаем мы хату. Где-то там сейчас спускается Коля сверху. А я давайте выйду на улицу, покажу вам, какая сегодня балдежная погодка. Вчера мы, когда выходили с Припяти, было темно, я не снимал. Пару таких снежинок падало, я думал, что ночь у нас засыпет снегом. Но вот такой вот у нас теплый относительно февраль. Сейчас мы отправляемся в одно очень интересное место. Собственно, ради этого места только и состоялся этот поход. Это старинная церковь в селе, в котором мы сейчас находимся. Село называется Красное. Можно сказать, одна из самых отдаленных точек Чернобыльской зоны отчуждения. Осталось нам до церкви где-то 700 метров. Это старинная церковь, которая построена в 1800 году. Она построена полностью из дерева. В нее не забито было ни одного гвоздя. То есть она полностью деревянная. Все вот эти соединения, там на какие-то шканты садились. Короче, классное место. Очень хорошо она сохранилась. И мы сейчас идем туда. Но для вас это, скорее всего, будет уже следующее видео. Поэтому, если хотите, чтобы оно быстрее вышло, то ставьте лайки. А если хотите увидеть какой-то спойлер, как она выглядит, что там есть, я каких-то пару кадров сниму и загружу в свой телеграм-канал. Ссылка на мой телеграм-канал будет в описании и в комментариях, скорее всего. В общем, либо там, либо там посмотрите. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь, кстати, на канал Коля. Я уже про него чуть не забыл. Дангион Кривой Рог. Тоже ссылочку в описании ищите. Ну, а мы пошли, ребята, исследовать старинную-старинную церковь. Вот она, ребята, церковь, которой 220 лет уже. Смотрите, вон там есть крест, а вон там, скорее всего, он упал. Ну что ж, сейчас будем заходить внутрь.